Всем здорова, народ! Продолжаем проходить вариант Омегу. Это уже третья серия. В прошлой части, как вы помните, мы добрались до окрестностей Юпитера через водохранилище, заплатили здесь на блокпосте. Ну и поговорили с учёными, а учёные дали нам задание найти грунта на Затоне. Ну, сейчас мы туда и отправимся. Вроде бы с учёными мне говорить тут больше не о чем. Наверное, я сейчас пойду на Янов, посмотрю, кто там и что там. Может, там кто-нибудь есть. И если есть, то попытаюсь продать им лишние стволы, которые у меня имеются. Потому что в прошлой части и бандитов поубивал, и охрана бункера, как вы видите, испарилась. Ну, кстати, испарилась не до конца. Вон, какая-то охрана ещё есть, которая наверху была именно. Так что бункер небеззащитный, всё в порядке. Да, на самом деле у этого мода есть небольшой минус. О нём подметили тоже в комментариях. Очень много будет пустых локаций, сказали. Ну и в принципе это правда. Вот как, например, тоже водохранилище. Нас там, конечно, предупредили об этом. Но локация реально пустая, то есть кроме мутантов никого нет. Нет, нашли пару артефактов, каких-то пару абобусов, с которыми просто поговорили по фану. И, как я понимаю, большинство локаций будет именно таких. Ну, говорят, вторая часть намного лучше. Но чтобы дойти до второй части, нужно пройти первую, поэтому... Тем более, что она не такая уж прям продолжительная. Вторая часть, по-моему, подлиннее. Так, да, слушайте, на Янове есть разные ребята. Азот, Медведь, Угрюмый, Технарь, Гавайец. Приветствую, как торговля? А то я вижу, ассортимент у тебя не очень. Да, ты прав. После последней зачистки могу предложить только кое-что из питания. А вот с оружием и боеприпасами сейчас напряжёнка. Значит, если я разживу с лишним стволом или патронами, можно нести тебе? Да-да, куплю в любом состоянии. А наш техник Азот потом подрихтует. Хорошо, буду иметь в виду. Ну, слушай. Да, не обманул он покупать любые стволы, поэтому продаём ему грозы за 21 тысячу. Очень даже неплохо. А, это 762-е такие. Прикольно, но я их тоже продам. Так, что ещё можем продать? Да всё, наверное. Торговать. Так, мне бы еды купить немного. Консервы. Хотя у меня и рпшка есть. А на сколько она использования, кто знает? Я не знаю. Ну ладно, пока оставим тогда. Так, радио рубает Угрюма. Я бы хотел кое-что узнать. Знаешь, что-нибудь о Меченом? Меченый легендарный сталкер. Он первый открыл путь на север, к центру зоны. Здесь его мало кто видел, но ходят слухи, что он добрался таки до Монолита и разгадал его загадку. Больше о нём в подробностях ничего не знаю. А про призрака? Призрак раньше в команде Меченого был, а как тот на север рванул, так призрак с научниками тереть стал. На работу к ним нанялся вроде. Сахаров его во все дырки неизученные сует, как вещь какую. Заводской комплекс пытаются до конца изучить, но пока что шиш у них что выходит. Видео сколько зомбаков в научной форме-то лазит. Вот тут и оно. А кто такой Дегтярёв? Ты чё, про этого вояку не слыхал? Отстаёшь от жизни, мужик. Значит, слушай, пришёл он на затон под видом сталкера обычного, а сам на деле выполнял задание СБУ по поиску упавших вертолётов. Так он на затоне Юпитере славно поработал, уважение заслужил. Хм, это надо ещё уметь так втереться в доверие. Ну так чему я это всё? Стало ему нужно добраться до Восточной Припяти, а дорогу туда к тому времени ещё никто не знал. Так он группу сталкеров собрал, раскопал документы про какие-то туннели и рванул в Припять. Добрался благополучно. А вот потом все карты-то и раскрылись. Всем всё известно стало, кто он, откуда и куда. Такой вот Дегтярёв был. Позже он свалил из зоны. Говорят, ещё он со стрелком какие-то дела имел. Но теперь это уже не важно. Чё такое Монолит? Тебе легенду гнать или то, что достоверно известно? Хотелось бы правду. Ну слушай, после того, как Меченый добрался до Монолита и разгадал его загадку, сразу все поняли, что там к чему. Псиустановка это всего лишь, ни больше, ни меньше. Ты действительно можешь загадать желание, только исполнять его никто не собирался. Тебе будет казаться, что всё так, как ты хочешь, а на самом деле ты будешь всё в том же саркофаге возле реактора радиации дышать. После всех этих фактов, интерес сталкеров к Монолиту значительно ослабел. А после уничтожения осознания, территория АЭС полностью вышла из-под контроля. Мутантов там немерено, да и в саркофаге небось тоже. Так что если ты вздумал лезть к Монолиту, мой тебе совет, брось это дело. Смысла нет даром жизнью рисковать. А если крупные группы наведаться туда до обстановку разведать, может интересное, что узнаем. Может загадку зоны получишь разгадать. Хорош дурковать-то. Кто же на такое согласится? Военные разве что. Хотя пробовали они уже вроде не получилось. А сталкеры в жизни не подпишутся под это дело. Почему, неужели всем по барабану? Нет, просто для сталкеров зона заработок. Пусть рискованные, но все же это деньги и немалые. Так что смысла пытаться уничтожить зону или разгадывать какие-то тайны у них нет. А если долг? А что долг? Самый крутой клан что ли? Ему свобода и другие группировки за такой энтузиазм глотки перегрызут. Как ни крути, все в жизни на деньгах завязано. Вот так-то мужик. Понятно. С кем еще поговорить можно? На всякий лучше со всеми говорить, потому что, например, в том городке, где мы до Сереги бегали, да, помните? В квартиру там, оказывается, тоже можно было с кем-то поговорить и что-то узнать. Азот. Ну как вам тут на Янове живется? Да ничего, сойдет для сельской местности, так сказать. Но раньше повеселее было. Народу было побольше. Долг и свобода здесь мирно жили. Я удолговцев, ремонтом занимался. А пару недель назад сюда нагрянули военные и все. Свобода и долг ушли на свои основные базы. А я решил остаться на Янове с немногими уцелевшими сталкерами. А ты хотел, может, чего узнать? Да, хотелось бы узнать поточнее, где расположена база долга. Так это рядом с баром 100 рентген, который находится на территории завода Росток. А сам завод на другом берегу Припяти. А почему интересуешься, если не секрет? Нет никого секрета. Просто я занимаюсь поисками одного человека, который в зоне пропал. Кстати, взгляни на его фото, может, видел когда? К сожалению, такого я не припомню, извини. А работа для меня часом нет? Ой, работа, работа. Сейчас вспомню, может, и есть. Да, точно, завалялась дельца. Рассказывай, слушаю. Неподалеку отсюда есть деревня Капачи. Песком засыпанная. Фони там кое-где сильный, но в целом фон не смертельный должен быть. Так вот, один мой знакомый охранник научного лагеря рассказывал, будто видел неподалеку отсюда, в деревне как раз, машину охеренную. Говорит, приехал на ней мужик какой-то, вышел, ствол подхватил и больше его никто не видел. Пропал, видать. А тачка-то осталась. Надо бы, если возможно, завести ее, да пригнать сюда. Я бы с ней повозился на досуге. Попробуешь? Ладно, рискну, забегу в Капачиете. Только будь осторожен, медведь недавно наведывался, говорит, нам зомбаков полно. Четыре антирада, две научные аптечки нам дали. Азот, ты вроде как техника здесь на Янове, а мне снаряжение улучшить сможешь? Могу-то могу, но извиняй, оборудования у меня нет нужного. Вояки все подчистили. Мне нужны инструменты для улучшения и еще инструменты для ремонта. Я бы мог попробовать найти их тебе. Отлично, буду ждать. Значит, слушай, наборы инструментов, скорее всего, можно найти на бывших промышленных предприятиях. Здесь их два. Это завод Юпитер, который расположен на юго-востоке. И цементный завод на северо-востоке. Я бы и сам сгонял, да только сноровка-то уже не та. На этих заводах очень много всякой нечисти. Страшно мне стало, старею видать. Ну да ладно, ступай, если не передумал. Эх, подслушать бы чего-нибудь. Легенда? Я уже устал, если честно, легенды читать, поэтому читаем на паузе, кому интересно. Хочется аквестиков. С кем я еще не поговорил? Ну, на этой половине как будто бы уже больше нет с кем базарить, даже кабинет никто не занял. А в подвале кто-нибудь сидит? Нет, в подвале никого нет, зато есть ящик, куда можно чего-нибудь скинуть или наоборот забрать. Бэтбрэд, пусть тут лежит, а то он лишние килограммы мне дает 0,40. А, точно, спальные мешки, я совсем про них забыл. У меня их уже 5 штук скопилось, и все они по килограмму весят. Нахрена мне столько? И не покупают же, гад, кому продать. Так, а на этой стороне кто у нас есть? Медведь. Что слышно в последнее время, сталкер? Да вот слухи пошли, что где-то в зоне стоит водонапорная башня. Многие утверждают, что своими глазами видели, как она рушится, но башня каждый раз оказывается цела. Как такое возможно, черт его знает. Какие слухи, ой, какие слухи ходят. О-о-о, читаем на паузе. Опять, и истории офигительные. Технар, я бы хотел кое-что узнать. Что тебя интересует, спасибо. Ну вот и поговорили. Спальники, сука, никто не берет. Почему никто не хочет купить спальники? Никто не хочет спать, что ли, я не понял. Что за дела вообще? Походу придется просто скинуть в ящик, раз уж никто не хочет мои спальники. Продавец спальников я теперь. Чисто хожу, всем эти спальники сую, а никто и не хочет. Так, ну что ж, ребят, стемнело, 21.09, в ночь я, естественно, никуда не пойду, поэтому давайте поспим. 3.39, рано, еще спим. Слушайте, сон сделан очень реалистично, я тоже через каждые, блин, несколько часов просыпаюсь. 6.26, ну уже получше, ладно, давайте в 6 пойдем. Хлебушек похаваем, колбаску. Так, все, поели. Я вот не знаю, зачем мне минеральная вода, вроде жажды здесь нету. Странно. Так, куда пойдем в первую очередь? Ну, наверное, капачи, тачку пригоним. А в башне Зулуса кто-то сидит, интересно? Ну, по всей видимости, никого. Отмечается только Технари, но он на Янове. Давайте по приколу заглянем. Кстати, да, благодаря артефакту у меня теперь выносливость останавливается во время ходьбы. Так что я, ну, смогу не останавливаться, когда куда-то иду. Ой-ой-ой. Нифига нет, короче, в этой башне, зря я сюда полез. Слушайте, приятно, на самом деле, в ТЧ погулять по запэшным локациям, да? Ну, типа, я к тому, что в маленьком количестве модов на ТЧ есть запэшные локации. Интересно, почему. Может, их сложно переносить или что? Ну, здесь, по крайней мере, вот я играю еще с вариантом Эмега-2 УГСР. Выглядит все неплохо. Пустовато, но это уже как бы... Смотрите, я аэро нажимаю в ключ раз. Вот так вот пистолет смешные вещи делает. Пустовато, но это спокойно можно исправить. И вот про то, как сама локация перенесена. А мод-то старенький. Так, ну ладно, добрались мы до Копачей. Вижу зомбированных гуляющих. Их немало. Осталось понять, где тачка. Где моя тачка, Лебовские? Что это такое? Оно еще и летает. Что это? Что ты такое? Что это за черный квадратик? Он еще и как-то... Бля, я только похвалил, да? Перенос. А что это? Я даже... У меня даже идей нет, слушайте. Я впервые такое вижу. Что это за черный квадратик? Он еще как-то так хаотично движется, дергается. Что с ним? Какова его конечная цель? Что он делает? Ой, ребят, по-моему, это самое интересное, что есть в этом моде. Черный квадрат Малевича. Так, он упал. Начал что-то крутиться, вертеться и взлетать обратно. Я не знаю, что это. Это можно ударить? Нет. Я не знаю, что это, честно. То есть, ну, типа... Ну, это же что-то должно быть, верно? Это же не просто черный квадратик, который летает. Или, может, это просто черный квадратик, который летает? Ой-ой-ой. Ладно. Прощай, черный квадратик. Когда-нибудь еще увидимся. Но меня заметили зомби, и вообще, я тут по делу. Да, дерьмовую позицию я занял. Не, позиция, в принципе, хорошая. Просто спрятался плохо. Что-то я по головам зомби пытаюсь стрелять. Я либо не попадаю, либо урона маловато, не знаю. Эх, вот бы оптику заиметь. Было бы намного проще. Так, ну, отряд зомби я положил. Осталось еще один положить. Кто-то еще дрыгается или что? Вроде нет. А, зомби сидел. Я думаю, нифига себе, что это такое? Минус еще один. Тихо, тихо, тихо. Блях, а как же тяжело. Просто еще сейчас справа поджимать будут. Мне бы вот сюда перейти. Отлично. Так, добиваем дрыгающихся. Там вон еще идут зомби. Мне бы сначала разобраться с теми, кто вот здесь. Ой-ой-ой, больно. Реальное дерьмо. Так, добили. Бинт используем. Что-то бинт не особо помогает пока что, если честно. А, есть жгут, а есть бинт. Забавно. Сколько тут еще зомби? Ну, трое имеется. Жду, пока они дойдут сюда. О, это старый знаменитый баг. Да ну нафиг. Кто помнит? А что происходит? Я слышу шаги нехорошие. То ли бюреров, то ли кого. И где-то сзади они как будто бы. Да кто там? Где там? Что там? Ой-ой-ой. Так, во-первых, вот этого добить надо. А во-вторых, с этими разобраться надо. Все. Давайте, откисайте. Вроде это были последние зомби. Все, чисто, наконец-то. Можно пообыскивать со спокойной душой. Бизончики у них всякие. Но у меня, к сожалению, есть слот только под пистолет. Бизон мне не нужен. Еще одно оружие с собой тягать. Так, спальный мешок я теперь брать не буду. Потому что... А, нет, это не бюрер, слушай. Это псевдыч. Ничего себе. Здравствуйте, господин псевдогигант. Кого-кого? А вас я тут вообще не ожидал увидеть. Что-то он еще не топает, нифига. Какой-то неправильный псевдогигант. Ну, выдержал он уже нормально, слушайте. Дроби у меня маловато. Надо бы где-то закупиться. Но пока что негде. Новиков вроде патрона особо не продавал. Хотя, может, я просто не заметил. А гавайец сам сказал, что у него сейчас с боевым снаряжением напряг. И кроме еды у него ничего нет. Ну, хватит уже. Ну, сколько можно? У меня сейчас уже дробь кончится. Все. Я все выстрелил в него. Скалаша сейчас раздадим. Хотя у меня же есть гранатки. О, топнул. Да ладно. Лови. Лови еще одну. И еще одну. Но это уже мимо было. Тихо, тихо. Лови. Лови. А, что такое? Все, уже раненый, да? Добиваем его. Ой, что-то не получается. На, спэма. Псевда сейчас завалил. А, сила, мощь. Так, окей. Это на пояс. Ну, слушайте, нормально. Че, рука? 15 тысяч стоит. Посмотрим, сколько ученых за нее потом отвалят. Так, 763. Ну, давайте купим, окей. Мы сейчас все равно на машине обратно до Янова поедем. И сможем, если что, все продать. Кстати. О, Абакан. Вот Абакан я бы даже себе, возможно, взял. Раз мы сейчас с Даянова поедем, то можно все-таки некоторые стволы хорошие взять. Но все, уже я ничего не возьму, уже у меня перевес. Но звучало неплохо, согласитесь, да? Так, че бы мне выбросить? Да дозиметры, они дешевые и нафиг не нужные, но я все равно не могу ходить. Ладно, прощаю, Укорот. Ты был мне хорошим другом. Походу, на продажу у нас чисто калаш. Абакан в неплохом состоянии, чуть похуже, чем мой калаш, но, в принципе, не страшно. Зато это Абакан, он лучше. Это мы берем. Так, тут еще где-то артефакт. Подожди. Опа. Да, они прямо появляются, слушайте. То есть, невооруженным глазом их не заметить. Сделали такую системку выверт. Но выверт, конечно, шляпе с полной на продажу чисто пойдет. Так, посмотрим еще домики. А, смотрите, тут этих квадратиков много. Это дом этих квадратиков, по всей видимости. Это какие-то частицы, но какие-то они странные. Так, где артефакт? Фиксирую. Отлично. Кровь камня очередной. На чердаке что-то есть? Нет. Ну, тайники в моде имеются, но они встречаются довольно редко, вроде бы. Ну, слушайте, никакой бибики я тут, по крайней мере, не нашел. Я не знаю, может, я, конечно, и не искал. Сейчас через бинокль осмотрим, что это такое там. А, вот это, походу, и есть бибика. Нифига себе, она спортивненько выглядит. А что, в аномалию прогуляемся? Может, там что-то есть? Или нет, как думаете? Есть только один способ это проверить. Вредный, сука, кот лежал себе спокойный. Тут ему захотелось мышку на себя попередергивать. Не, нихрена тут нету, даже аномалии нет. Ладно, поехали. Красота. Небо-то как плывет, кстати, да, жестко. Такое ощущение, будто закат. Хотя, на самом деле, это рассвет. Смотрись. Эх, вот бы еще с кого лунный свет выпал. Я был бы счастлив. Потому что одного маловато. Вот такая вот точила. Нихрена себе. Это как-то реально додж. Я не ошибся. Хе-хе-хе-хе. Приколдес. Ой. Нифига, я выпрыгнул из него. Слушай, ну, интересно, да. Правда, вид от первого лица такой себе. Сквозь этот... Сквозь некоторые части этого доджа я вижу все, но... Тем не менее. Так, что, заедем к ученым. Продадим им лапу псевдоча. Продадим пару артефактов. А там посмотрим. Ну, справедливости ради ездит она, конечно. Ну, Нива поинтереснее была. Хотя я вот вроде разгоняюсь. Ох, блядь. Лучше бы я не разгонялся. Ну, все. Приплыли. Да. Отгружаемся. Я бы даже, знаете, наверное, сейчас от греха подальше сделал бы сейф отдельный перед тем, как я беру этот додж. Сейф. Додки. Все. Ох, блядь. Серьезно? Я уже застрял. Ну, как такое может быть? Так, ну, что? От нас требуется аккуратное вождение. Так что кончаем выпендриваться и просто аккуратно вводим и все. Придется, конечно, ехать медленно, но зато мы не перевернемся. Тише едешь, дальше будешь. Слышали такое? Вот. Мод этому и учит. Тем более... Ну, блин, если я, конечно, по дорогам катался. Дороги-то до локации есть некоторые. То можно было бы погонять. А так, видите, я в жопе. Поэтому тут особо не разгонишься. Но, тем не менее, до бункера я доехал. Всем здорово. Так, вылазим. Из своей точилы ученые в шоке, я думаю. Но все-таки. Привет. Да, видите, патроны он не продает. Так, держи КПКшники. 9600. Блин, цены, конечно, сочные. 13000. За руку он все-таки меньше 10 дает. Ну, ладно, в принципе, плевать. Так, и держи артефакты. 4500. А что так? Что так мало? Как будто бы... Ну, может, я уже зажрался. ХЗ. А это что такое, кстати? Это чисто для тайников, да? Он не повышает приносимый вес. Многого хочу я от мода 2013 года. Аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи ES-H90. Для приборов аномального сканирования. Открыг медведь. Верес. Время работы в режиме поиска 6 часов. Не понял. Можно, кстати, Верес взять. Он тут не Верес, а Верес называется. Или все-таки на костюмчик подкопить. Потому что у меня уже 139 тысяч. Можно было бы реально до севы дослужиться. Ибо я пока что в куртке бегаю, как осел. Давайте-ка реально подкопим. Потому что деньги копятся довольно легко. И совсем скоро у нас уже реально может быть это сева. Все, поехали на Янов. Сейчас главное тоже не обосраться. А то я уже потихонечку начинаю. Уже подтекает. Ибо чуть не перевернулся. А куда ему пригнать надо? Просто около Янова поставить? А через рельсы, конечно, тяжеловато. Все, я... Понятно. Остался на пузе на рельсах. Не знаю, либо рельсы нужно как-то жестко пролетать. Но есть шанс наебнуться. Либо как-то объезжать. Ну, поехали. Объедем, чё. Главное не перевернуться раньше времени. Вы кто? Зомби. Здорово, зомби. На нахер. Ну, слушайте. Не всех удалось сбить. Но сейчас мы на обратном пути раздадим говнеца ему. А ну-ка. Дрифт на доджа. На нахер. Ай. Блин. Ну, почему все именно так? Я хотел хэппи-энд. Я хочу еще раз их сбить. Второго уже ладно. Так, я просто встану из машины и расстреляю. О, не, ладно, страйка не получилось. Но ученый вот этот, который слева сейчас был. Ай. Знатно отлетел. Это было смешно. Звук у Абакана интересный. Так, ну вроде расправились. Ну-ка, чего у тебя было? Давай сюда все. Нормально ты полетел, мужик. 453 рубля мне дал. Так, новые господа. Тоже соизвольте поделиться инвентарем. Илья Пророк, Женька Лысый. Так. Пригнать додж к Азоту. Так оно и написано. Блин, тут... А, кстати. Нифига себе, смотрите. Тут, оказывается, специально для машин есть вот такая вот штучка. Казалось бы, да? Не, ну понятно, это типа реалистично. Прототип реальной локации, все дела. Но приятненько, что я вот на машине и тут такая штука есть. Все. Поговорить с Азотом. Правда, я почему-то вылетаю прямо из этого доджа. Ну ладно. Пригнал я ваш драндулет. Хлюпкий он какой-то. Вон у входа стоит. Пригнал. Спасибо тебе огромное. Теперь я ее немного подшаманю. И на Азотон отправиться можно будет. Держи вознаграждение от чистого сердца. Водка перцовая 3, патроны 5.45 и комбинезон сталкеров. Вот это за это спасибо. Хоть какая-то временная замена. Куртки. Благодарю. Ну, я, если что, сам тоже прокачусь по надобности. Бывай. Намек на то, что мы его можем использовать. Так, комбинезон сталкеров. Причем, кстати, с иконкой и стрелочкой вверх. Комбинезонная ткань жестко. То есть, это реально еще и прокачанный комбез. Но переносимый вес, конечно, просто с кибиди доп доп ес ес. Я не знаю, что еще сказать. Ладно, пойдем к гавайцу. Держи куртечку, держи калаш, держи патроны. Ну и, наверное, все. 6.400 мы с этого зарабатываем. Not bad. Правда, я все еще на перевесе, что довольно грустно. Так, что мы делаем? По идее, надо бы за инструментами сгонять. Правда, это на два разных завода. Хочу ли я сейчас этим заниматься? Или все-таки пойти пока что по заданию ученых на затон? Надо подумать. Так, ну, я уже проголодался даже, да? Сгущенку похаваем. Погнали все-таки, наверное, за инструментами. Сначала на завод, потом вот сюда. Тем более, что мы можем, наверное, прокатиться в теории даже, да? Чтобы ускорить весь этот процесс. Давайте, наверное, так и сделаем. Тем более, что Кайдан сам в диалоге намекнул. Потому что, ну, я тоже буду кататься, если надо будет. Ну, вот как раз. Надо. Как раз-таки для тебя, Азот. Не просто так я еду кататься. Это надо тебе в первую очередь. Инструменты твои сраные. Бля... Не доеду я никуда. Не, машина говно. Мне не нравится. Вот Нива, она хотя бы маленькая, компактная. Ты если перевернулся, есть шанс, то что ты... Ну, как бы даже не то, что есть шанс. Она все, короче, кувырки делает несколько. То есть, если ты перевернулся, ты еще и кувырок потом делаешь. И все равно встаешь на колеса с огромным шансом. С некоторым шансом не встаешь. Тут, если ты перевернулся, все, габелла, туши свет. Это корыто, оно просто не... Ну, оно не может сделать кувырок. Если ты перевернулся, то это все, путь в один конец. Вот я просто поворачивал тут. Но, видимо, слишком резко. Так, сейчас мне вот направо надо. Опасненько, короче, на этой шляпе кататься. Но выбора у нас нет. Благо, тут дороги хотя бы имеются. Хотя дороги, конечно, для данного корыта весьма опасные. О, мы сейчас через КПП будем проезжать. Интересно, там есть кто-то или нет. Всем здорова. Ну, никого здесь нет. А, мутанты есть. Ёпта. 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 Я всех раздавил. Вы посмотрите. Кстати, машина уже дымится. Это плохо. Я просто толпу тушканов уничтожил за считанные секунды. Я их раздавил нахрен всех. Здорово. Ладно, я так подумал. Дальше я пойду пешком, пожалуй. Потому что, во-первых, тут дорог уже дальше нет. Ну, вот именно к заводу, чтобы подъехать. Да, тут все развалено. Во-вторых, машина дымится. А я не хочу ее взрывать. Пусть она лучше стоит на этом самом КПП. И все будет хорошо. Так, я пришел на завод. Тут зомби всякие шарятся. Я бы, наверное, режим, бля, что я сделал? Что-то схавал. Я случайно. По-моему, я аптечку захавал. Тут, короче, зомби в электро сдох. Это было забавно. Так, забираем все, что можем. Я уже знаю, где инструменты лежат. Так что мы направляемся прямиком к ним. Да и, если честно, место не то, чтобы такое прям сверхсекретное. Но весьма неочевидное. Потому что, скорее всего, люди пошли бы проверять всякие вот эти здания побочные, грубо говоря. А нужно именно идти в главное. Через которое мы спускаемся в путепровод. Ну, если бы точнее, нам нужна комната с вертолетом. Вот и все. Вот и вся интрига. Интересно, а тут, кстати, можно сократить? В ЗП, понятное дело, нельзя было. А тут? Может, получится? Может, кстати, прыжка хватит? Или тут нет невидимой стены? Ну-ка. Да, не, ни хрена. Почему зомби, как обычные люди, ходят? Мне это напрягает. Убри. Где-то еще один зомбак. А, ну или нет? О, у него была дробь. Респект таким ребятам. Давай-ка еще. Твой тозик разрядим. Нормально, нормально. Так, ну я уже почти добрался. Блин, туман такой классный. Мне нравится. Внутри, надеюсь, не будет толпы тушканов. Хотя одного я уже вижу. Он бегает. Черт маленький. Да, пошло говно по трубам. Ладно. А, нет. Ладно, я против. Я хотел сказать, я не против, если они будут по одному на меня вылазить постепенно. Но они опять всей толпой выбежали огромный. Автор, я смотрю, прям очень любит тушканов. Я не знаю, сколько я уже тушканов замочил за это прохождение. А это прохождение длится всего третью серию. Но тушканов я убил уже десятки. Если не сотню. Сволочи, они еще прям на ходу урон могут дать. То есть я обычно что делаю? Я останавливаюсь и жду, пока этот дурачок начнет анимацию атаки проигрывать. Я отхожу, чтобы он, короче, впустую ударил. А я ему втащил за это. Ебать. Идет крысиное королевство сюда. Надо их принимать уже сейчас здесь в тоннеле. Давайте. Минус. Ой-ой, идут, идут, идут. Со всего завода, суки. Все, патроны кончились. Хотя я просто пояс не повешал. И я опять сожрал аптечку случайно. И опять С задел. У нас же есть статистика. Потом глянем, сколько я тушканов убил. Но они не заканчиваются. Они, конечно, я их уже не вижу. Но они все еще где-то шумят. О, бежит, бежит. Куда ты бежишь? Уже все. О, еще. Понятно. Все? Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну-ка, данные убита мутантов. Тушкан. Я уже 74 тушкана убил за эти 3 серии. Охренеть. Интересно, а те убийства машиной засчитались? Чи не, кстати. А, прикиньте, топ вырезали. Жаль. Я уже ветеран, ничего себе. Мне было бы интересно глянуть, на каком месте я в топе. Но топа здесь нету. Жаль. Ну, за головой, конечно, не то, чтобы много дают. Но если притащить кучу, то почему бы и нет? Правда, эти головы весят еще по 0,4. Так-то все в солидный килограмм вливается. Начинает пиликать детектор. Где-то рядом есть артефакт. Ну и налутал я 18 голов, короче. Так, артефакт где-то прям, где-то здесь как будто бы, да? Или он все-таки выше? Походу он выше. Ну-ка, сейчас проверим. Может он прям на мосту, где-то здесь? Или он просто на поверхности? Ну, я спущусь потом. Ну-ка. Не, что-то пока как-то... Ладно, давайте прямо сейчас за него спустимся, чтобы потом не возвращаться. Где-то здесь. Да где же ты, гад? Надо мной ничего нет. Где-то рядом. Но не наверху. Или наверху? Да нет. Может он все-таки внизу? Походу он все-таки внизу. Ну ладно, допустим, окей. Почему я тогда сразу не смог найти? А внизу-то тоже как-то не особо ищется. Да что такое-то, а? Где он? Меня это бесит. Почему не могу его найти? Во, наконец-то. Господи. Прям в упор надо подойти. Так. Кристальная колючка. Ну, это чуть лучше, чем обычная колючка. Но все еще не очень. Минус кровотек. Так, это печальное свойство. Так, вот она нужная комната с вертилетом. И где-то, 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 где-то должны быть инструменты. Ну, вроде где-то вот в такой штуке. Либо, как вариант, вот здесь. Но здесь их нету. Короче, в этой комнате надо искать. А еще и тут где-то артефакт, походу, сейчас найду. Опа. Сюда лут. Ломать дерьмище. Мое любимое. Или может их нужно по порядку искать? Типа сначала на заводе этом дурацком. А потом здесь. Сука. Если это так, то это грустно. Я еще зря сюда пер. Бля, походу. Либо у них несколько вариантов спавна и хз. Блее. Ну, возвращаемся. Так, ну на заводе я слышу бормотание зомби. Наверху или внизу? Скорее внизу. И инструменты, кстати, нам тоже вроде внизу надо искать. Поэтому мы сразу спускаемся в канаву и ищем нужное место. По-моему, это оно. Или нет. Я опять нихрена не могу найти. Хотя вроде посмотрел гайдик. Причем на ОГСР версии. Скорее всего, реально несколько мест спавна. Это было страшно. Тише, тише, ребят. Вы чего? Все в порядке у вас. Что за покушение-то? Так, подожди. Надо еще раз осмотреть то место, на котором я думал, что будут инструменты. Где оно вообще? По идее они... А, нет, все. Все, нормально, я дурак. Я просто думал, они внизу, а они вот здесь, наверху, лежат. Все, забрали. Отлично. Вот они, первые инструменты. Набор инструментов для ремонта различной экипировки и вооружения. Крайне редкая и ценная у механиков в зоне вещь. Покидаем данное место. Так, тихо. Тут у нас целая толпа зомби должна быть. Вот она. Блин, что-то я попасть по ним не могу. Так, еще заходят сюда. Мужики, давайте без приколов. Ну, количество патронов, которые на них уходят, конечно, немаленькое. Но и получаем мы тоже немало. Так, как будто бы сверху еще кто-то гулял, но я не уверен. Вроде нет. А, ну все, это последние зомби были. Можно спокойно обыскивать. Так, ну, переносимый вес не позволит мне, конечно, утащить оружие. Поэтому придется удовольствоваться всякими патронами и прочей шляпой. И я уже на перевесе, к сожалению. Да, это грустно. Водка. Водка, прощай. Освободим не килограммы. Вот, КПКшники, детекторы и прочую шляпу. О, дробь. Вот это. О, кстати, можно еще и в трупах раздражать. Но это фишка ОГСР скорее. Так, водичку пьем впервые. Чисто, чтобы освободить переносимый вес. И, кстати, тайник выпал на дикой территории. Но мы не на дикой территории, к сожалению. 61 килограмм. Пьем больше водички. И надо еще что-то скинуть. Но я не знаю, что. Что мне скинуть? Две головы скину. Я не думаю, что я прям состояние с этого потеряю. Все. Одни инструменты найдены. Пойдем за вторыми. Но перед этим я, наверное... Ну, точнее, не то, чтобы, наверное, а разумеется, сгоняй на Янов. Салам, мужик. Так, держи патроны. Что еще? Да, блин, остальное это нужно идти продавать. В этот, в бункер. Ну, погнали, что ли. Салам. Так, держи. Вот, КПКшники, это топ. Их надо собирать. Наверное, 12 тысяч просто за 15 КПК. Детекторы всякие, держи. Вот это детектор, держи. Или это мой, подожди. Я свою мыть сейчас не продам, случайно. Да не, мой это второй. Так что четко. Он внутри не отображается. Так, держи тогда вот эту колючку. Вот эту шляпу. 7,875. Держи бошки за 1500. Блин, не надо было их таскать. 16 бошек за 1500. Это фигня. Они еще несколько килограмм в общей сумме весят. Так, и у нас накопилось 180 тысяч. Мы можем себе позволить севу. Но я вот думаю, нужно ли. Вес 9 килограмм. А никакого, сука, дополнительного переносимого веса тут не обговаривается. Мой комбез намного легче. Их. Может я совершаю ошибку, но я хочу севу. Прощай, Заря. Тем более у нас тут 47 тысяч еще есть, если что. Все, ребят, сева. Вот такая вот четенькая. Но я теперь в говне по переносимому весу. Это да. Это какая-то непродуманная фигня. То, что так мало переносимого веса и никак его нельзя увеличить. Возможно, конечно, можно. Но что-то я пока не могу к этому прийти. А еще у меня патронов, кстати, дофига на калаш. Я только что заметил. Поэтому можно пойти продать. Всем здорово. Купи патроны. Да побольше. Потому что мне столько не надо. Бронебойки вот еще возьми. 9 тысяч. Неплохо. Энергетик до 2 консервы дай. Ну да. Я все равно на перегрузе. Но буду надеяться, что когда я принесу инструменты азоту, он сможет качать костюмчики. Потому что куртку никто не хочет качать. Я куртку относил технику. Он говорит, ну ты и дебил. А вот сева. Сева это уже что-то посолиднее. Поэтому я думаю, на нее грейды существуют. И буду надеяться, что будет грейд. Но либо на облегчение, либо на переносимость дополнительную. Желательно, чтобы переносимость была солидная. Потому что, ну тяжко, тяжко, блин. 40 килограмм. У тебя из 40 килограмм комбез весит 9, блин. Оружие, автомат 4 почти. И двустволка 2. То есть, грубо говоря, 9 плюс 6. У тебя 13 килограмм. Это чисто броня и оружие. Без чего-либо другого. И все. У тебя 27 килограмм остается на медицину, патроны, на какие-то трофеи, артефакты. Всего 27 килограмм. Это мало. Мало плюс грустно. Итак, мы вернулись в эту злосчастную комнату и проверяем, есть ли здесь инструменты. Но, походу, я не там ищу. Не знаю, как будто бы вот такое у меня ощущение. Но где-то в этой штуке должно быть что-то подобное. Сейчас мы, конечно, еще здесь такие поищем. Так, я хавать захотел. Сгущенку сожрем и радуемся жизни. Походу, придется пройти глубже. Инструменты не здесь. Нет, помню, что они вот в такой вот шняге, которую я вам уже показал. Интересно, тут такие есть? Да, вон такая же стоит. Пойдем посмотрим. Так, вот оно. И нет, здесь нету. А, вот еще одна. О, вот. Вот здесь они. Найс. Я помню, что вот такая штукенция должна быть. Но внутри, типа, попросторнее, грубо говоря. А не вот эти вот две маленькие камеры, такие квадратные. Все, мы нашли, наконец, инструменты. Правда, я, наверное, почти всю серию на это убил. Но на затон мы все равно сегодня отправимся. Хотя бы встретимся, посмотрим, что там и как. Поэтому сейчас я отправляюсь к Азолту и издаю задание. Я нашел инструменты. Вот, держи. Отлично. Теперь смогу ремонтировать и модернизировать броню и оружие. Да и заработок стабильный появится. У сталкеров каждый раз со снаряга есть что-нибудь, не слава богу. Спасибо тебе. Буду обращаться. Там война какая-то лютейшая на улице. А что происходит? Я вроде заходил, ничего не было. А, все из-за двух зомби, которые сюда забрели. Да, да. Ты пока свою реплику говорил, я их уже добил. Кстати, раз уж вы рядом с Яновым умерли, я, пожалуй... Ты что делал? Он что-то сел, что-то пил. Я возьму ваши стволы и вот продам. Через два шага. Почему бы и нет? Довольно выгодно. Так, 6700, ну, неплохо. 66 тысяч у меня есть. В принципе, пойдем прокачаемся, попробуем покачаться, посмотреть. Так, давай сначала ствол, абакан. Отремонтирую его, 2900, да не проблема. Что у нас есть? Надежность, есть емкость, есть точность, есть еще надежность. Ну, наверное, абакан у нас с нами надолго, поэтому... Сколько? Сколько, бля? Подожди. Это просто значок какой-то и 8 тысяч? Или это 18 тысяч? Или что? Там просто единичка в нуле. Как это понять? Ладно, допустим. Ну, я не знаю, окей. Так, допустим, точность. А что так много? 65. Недостаточно денег. Ну, естественно, недостаточно денег, блядь. 65 тысяч. А это почем? А это не прокачать. И это 65. Ебнешься. Еще и вылет первый в жизни. Так, попытка номер 2. Ремонтируем, качаем, все. Ну да, в принципе, цены огромные, но и деньги копятся. Справедливости ради тоже быстро, поэтому... В принципе, до этого можно дотерпеть плюс. Дожить до смысла? Поищи кого-нибудь другого. Что тебе не нравится? Сева. Распространенный, блин, костюм. Ну, не очень, но все-таки. Как это так он не может-то, ебта? Это суперстранно. Ну ладно, походу, Юпитер на этом все. Пойдем на Затон. Что нам надо на Затоне? Гранта найти. И... Да и все. По идее, на Затон нам больше незачем. Но зато это главный квест. Который продвинет наше дело, поэтому... Это очень важно. О, кстати. Тут их можно в руки брать. И аномалии, видимо, делать. Ой, я сгущенку случайно съел. Но я не хочу этим заниматься. Да, слушайте, придется, наверное, на Затоне жестко все продать и разгрузиться. Антирадов мне столько много не надо. И всего прочего. Потому что я так и буду ходить, блин, с перевесом. Ползать, точнее. А я хочу бегать. Хотя бы иногда. Ну, кто их есть? Я, конечно, найду просто артефакта 4 на выносливость. И я смогу просто кайфануть. Бегать бесконечно. Но до этого дожить еще, конечно, надо. Вопрос в том, где переход. По мостику идти или вот сюда? В Коллов Чернобыль, я помню, переход там был. Давайте сначала сюда попробуем. Я просто не помню, что он сказал. Я помню, что он это место мне сказал. Но куда конкретно подойти? Я информацию уже подзабыл. Но, видимо, по мостику все-таки. А как по мостику-то, блядь? А, во, вот так. Окей. Итак, мы на Затоне. Ура, победа. Вышли со стороны станции переработки отходов. Интересно, есть ли кто-то на ней? Сейчас проверим. Пока что признаков жизни не наблюдаю. Ну, я думаю, мы рванем прямиком на Скадовск. Скорее всего, вся жизнь там. Да, локации действительно пустоваты. Ну, я, если честно, от этого мода и не ожидаю чего-то сверхжёсткого. Вот от второй части ожидаю. Потому что она вышла... Ну, во-первых, она продолжительнее, опять же. Говорят, интереснее. И вышла она уже, соответственно, в году каком-то там, 18-м, по-моему, она вышла. А это 2013-й. Ну, чё с него взять? Грех жаловаться, как говорится. На станции никого не оказалось. Ладно, я иду на Скадовск. Пока что прогулочка идёт успешно. Я уже у портовых кранов. И Скадовск, в принципе, недалеко. О, где-то артефактик. Вот он. Говно, конечно, спавнится. Но всё равно приятно, что даже вот на таких зпшных локациях они всё равно спавнятся. Это же, наверное, тоже прописывать отдельно надо. Хотя хрен его знает. Я слышу собаку. Собака? Что тебе нужно от меня? О, зомби там бегают. И кабаны. Зомби в научных костюмах действительно много в этом моде. Чё-то прямо, я бы даже сказал, слишком. От них учёных как будто зомбирует. Так, между делом я почти добежал. Вот он уже, Скадовск. Осталось зайти в него. Чё по народу? Народа здесь достаточно. Комбат, минор, борода, ну и разные пацанчики. Сухогруз, Скадовск. Место безопасное. Так что оружие чач. Здорово. Комбат. Комбат орёт. Разорванный рот у комбата. Кирилл Грунт. А, кстати, да, тебя я ищу. Здравствуйте, вас зовут Грунт? Здравствуйте, верно. А вы, видимо, доброволец, о котором мне сообщил Герман. Что ж, благодарю за сотрудничество. Значит, слушайте внимательно. Надо пронести документы из лаборатории, которые находятся чуть левее основного корпуса, где расположены линии электропередач. Местные называют это железным лесом. Вам нужно найти основное помещение испытательного цеха и добыть оттуда папку с документами. Но будьте осторожны. После нарушения работы внешних антенн, связь с сотрудниками лаборатории прекратилась. Поэтому, кто знает, какие создания там успели поселиться. Я буду вас сопровождать. Только сами понимаете, я человек науки, с оружием не совсем-то и в ладах. Поэтому идите первым, разведывайте дорогу. Угу. Жди здесь тогда. Все, пусть стоит. Нахрен он мне нужен. Что за война-то? Давайте я вам дверь хоть открою. А то вы сами, видимо, не додумаетесь. Ладно. Мужик, мужик как-то кинул гранату через дверь. Сумасшедший. Ну ладно, я, наверное, выйду через верх. Я буду умнее, чем все эти NPC. И раздам говна сверху. Но пока я доползу, там уже перестрелка закончится, скорее всего. Хотя, вроде, она все еще идет. Кто напал-то? Зомби? Мой напарник выбежал зачем-то вперед. Хотя я ему сказал ждать, стоять. Ты что, дебил? Ну, видимо, да. Ну, когда в лабу пойду, возможно, я его с собой возьму. Но я не уверен. Просто я не знаю, получится, как опять с тем бандитом? Ну, не бандитом, а сталкером. Он просто в плаще был. Здорово, борода. Че купишь у меня? На, держи. Че еще тебе продать? Да больше нечего, как будто бы. Приветствую. Как продвигается торговля? Спасибо, не жалуюсь. Ты новичок? Зовут-то как? Кайдан. В зоне я недавно прибыл сюда по делу, которое связано с моей работой. А меня зови, борода. Так, что говоришь у тебя за работа? Я работаю в сыскном агентстве, в основном занимаюсь поиском пропавших людей. Тот, которого я ищу сейчас, находится в зоне, вернее, находился до последнего известия от него. Всем торговцам я показываю фото пропавшего, и ты посмотри, может, вспомнишь его. Нет, Кайдан, я не помню его. Зона-то ведь большая, и маловероятно, что он побывал на Затоне, иначе обязательно бы зашел сюда отдохнуть. Да, я тоже так думаю. Вообще-то он работал на эколога в качестве проводника. Я был на их базе, что возле Янова, но получил от них сведения только после того, как выполнил для них задание. Это на них похоже. Любят они посылать людей по разным темным местам. Правда, и платят они неплохо. Кстати, про оплату. Я тоже хорошо заплачу, если ты сделаешь для меня одно дело. Своих ребят я послать не могу, так как их все хорошо знают. А ты человек новый, и тебе будет гораздо проще. И что же мне будет проще? Рассказывай. Хорошо, слушай. Некоторое время назад здесь произошла драка между сталкерами и бандитами. Были пострадавшие с обеих сторон. Раньше бандиты вели себя довольно смирно, но постепенно стали нагреть. Та драка произошла из-за того, что и главарь Султана решил захватить власть на Скадовске. Но ребята за себя постояли, и бандюкам пришлось вообще покинуть судно. Сейчас Султан со своими людьми обитает на сухогрузе Шевченко. Это здесь рядом. Ну, кстати, это логично. Так вот, уходя отсюда, этот Султан прихватил с собой кое-что очень ценное. Проще говоря, украл. Что именно? Это кейс технической документации по изготовлению и наладке гравитационной пушки. С помощью ее можно будет доставать артефакты прямо из аномалий. Она смогла бы значительно облегчить жизнь моим ребятам. Вот я и подумал. Не мог бы ты сходить на Шевченко и потолковать с Султаном, чтобы он вернул украденное? Ты с ним не конфликтовал, и, возможно, сумеешь его уговорить. Я, конечно, попробую, но гарантировать ничего не могу. Его, правда, может не оказаться на месте. Значит, где-то промышляет со своей бандой. А застанешь, скажи ему, что если не получится решить этот вопрос по-мирному, то придется решать при помощи оружия. А это не нужно ни ему, ни нам. Кстати, если нужны оружие и боеприпасы, поднимись по лестнице. Там сыща тем делом заправляет. Да и техника там найдешь. Ну давай, ни пуха, ни пера. К черту. Этот молчит пока что. Окей. С кем еще я могу поговорить? Ну, по всей видимости, пока что ни с кем. Поднимаемся на второй этаж. Смотрим, кто у нас тут есть. Медик есть? Медика нет. Да и что-то оборудование тут, я смотрю, поубавилось. Зато есть сыч. Что сыч? Как дела? Что ты все бродишь по судну? Хочешь купить что-нибудь или продать? А может, работу ищешь? А что, есть работенка на примете? Имеется. Но работенка это мягко сказано. Если серьезно, то придется по зоне побегать изрядно. Так я все равно по ней бегаю, так что рассказывай. Хорошо, если есть желание, то слушай. Один сталкер, имени его не помню, как-то будучи уже хорошо пьяным, стал рассказывать мне, что знает, где лежит оружие еще со времен войны. Говорил про какую-то кодовую дверь, даже код назвал. Я его запомнил и записал. Странно. Какие кодовые двери могли быть во время войны? А он сказал, где именно находится эта дверь? Да в том-то и дело, что это мне не удалось узнать, так как сталкер совсем отрубился от выпитого. Как я не старался привести его в чувство, у меня ничего не получилось. Что-то мне кажется, что проспавшись он не стал говорить на эту тему. Хуже, он посреди ночи проснулся и не дождавшись утра, ушел со скадовска. Потом недалеко от станции очистки мужики нашли его растерзанное тело. Блин, где же искать эту дверь? Вот и займись поиском этой двери. Я дам тебе код, а ты вводи его во все кодовые двери, которые тебе попадутся. Возможно тебе повезет и ты найдешь нужную дверь. Ну так как, согласен? Хорошо, я согласен побегать по зоне и поискать нужную дверь. Так, отлично. Вот тебе код, патронов немного и еще кое-чего. 5 гранатов 1, 3 пачки дроби и 5.45. Спасибо, пригодится. А если за дверью найдешь стволы времен войны, то тащи все мне. Есть, знаешь, люди, которые кучу бабок за него отвалят. Тебе тоже хороший куш перепадет. Все понятно, я постараюсь. Слушай, спасибо за патроны, но часть я, наверное, тебе верну. Ой, спасибо. Так, это тоже продаем. Граната много не надо. О, сайга. Хочу, просто без раздумий покупаю. За 9 тысяч почти, за 10 свой этот БМ-16 отдаю. Так, и можно ПСОшку еще купить и молиться, что она, да, она крепится. Отлично. С ПСОшкой будет намного интереснее. Так, ну и, естественно, сайга теперь с нами. От пистолета я, наверное, откажусь, как и от патронов для него. Замечательно, слушайте, кайф. Так, пойдем, наверное, разгрузимся. У нас тут есть ящик, который, по идее, можно все это дело вывалить. Вот еще и консерва халявная. Так, во-первых, мне не нужно столько антирадов. Где-то штуки 3 мне хватит вполне. Во-вторых, гранаты некоторые поскидывают, жгуты. Я бинтами буду пользоваться, бинтов мне штук 5 хватит. Аптечек можно оставить, допустим, 2 обычные, 2 армейские, да, научные пока скинем. И РП много весит, пусть тут полежит. Что еще? Патроны бронебойные. Вот столько патронов мы скинем. Дроби чуть-чуть скинем. Хотя она уходит солидно, поэтому, наверное, я не буду ее скидывать. И артефакты тоже пусть тут лежат. Все, плюс-минус я разгрузился. 33 килограмма. Можно еще рацию скинуть, потому что она для меня сейчас бесполезна. Все, вот с таким набором снаряжения пока что будем ходить. Кто-нибудь есть? Привет. Тополь. Нифига ты крутой. В очках такой. Ладно, зайдем к кардану, посмотрим, что он может. Здорово. Приветствую, чем здесь занимаешься? Чиню, паяю. А ты кто? Кайдан. Кардан и кайдан встретились. Я в зоне недавно ознакомлюсь с окружающей обстановкой. А меня все величают карданом. Эта кличка давно ко мне приклеилась. Как только все поняли, что я любую технику могу починить. Ага, значит и стволы сможешь починить, и бронюку тоже. Да, это моя основная работа. Так что если есть проблемы, мигом все исправлю. Ну и отлично. Если что, воспользуйся своими услугами. Слышь, Кайдан, а сам-то ты чем занимаешься? Мне нужно человечка одного найти. А сюда я прибыл по заданию ученых, что возле железнодорожной станции расположились. После выполнения задания, надеюсь получить от них нужную мне информацию. Да, найти человека в зоне будет очень сложно. Тебе придется немало побродить по лесам и болотам, пока добудешь нужные сведения. И не факт, что тот, кого ты ищешь, еще жив. Я это уже понял. Но я должен его найти живым или мертвым. Ну раз так, могу я предложить тебе выполнить для меня одну работу. Разумеется, за очень приличное вознаграждение. Если это будет в моих силах, то вполне возможно. Думаю, что это будет для тебя по пути. Где-то в Восточной Припяти находится Дегтярев со своим отрядом. Сам он из госбезопасности. Майор. Прибыл в зону со специальным заданием. Но после его выполнения остался в Восточной Припяти. С ним еще несколько ребят из сталкеров. Так вот. Однажды он принес мне для ремонта уникальное оружие, которое ему удалось заполучить после одного боя. Когда-то я работал в секретной лаборатории и занимался разработкой этого оружия. Так называемого изделия номер 62. 62 вообще-то правильно. Проще говоря, гаусс-винтовка или гаусска. Она стреляет при помощи электромагнитной энергии очень точно. На большое расстояние и с большой пробивной силой. Но энергетические заряды для нее без специального оборудования изготовить практически невозможно. И себестоимость их будет очень высока. Все же мне удалось кустарным способом изготовить несколько зарядов. Но их эффективность оказалась очень низкой. Полагаю, что сейчас, без зарядов, гаусска Дегтяреву не очень-то нужна. Если ты сможешь с ним договориться и принести ее мне, то я буду тебе очень благодарен. Хочу попробовать переделать ее под более дешевый источник энергии. Ну что, возьмешься? А если Дегтярев не согласится отдать оружие? Ну, на нет и суда нет. Но я все же надеюсь, что он будет не против. Хорошо, Кардан, я берусь выполнить твою просьбу. Так. О, ну хоть ты работаешь, Сева. Респект таким ребятам. Так, и тут есть даже грейды на, походу, переносимый вес. Но это нужно целую ветку прокачать. Блядь, 50 тысяч стоит. А-а-а, 40 тысяч, 35, пипец. У меня нет таких денег, брат. Это полная жопа. Так, а если Сайгу, надежность за 11? Ну, давай, пусть будет. Короче, да, переносимый вес мы можем себе увеличить, но бабла для этого понадобится немерено. Ну что ж, получили мы довольно много заданий. Правда, некоторые из них далеко отсюда. Но, тем не менее, в следующей серии отправимся, скорее всего, за документами. Также нужно будет к бандитам сходить. Это мы в первую очередь сделаем. Ну, а там поглядим, как все сложится. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии варианта Омеги. Вступайте в группу, заглядите в телегу, все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. Если вы не видели прошлую серию, обязательно гляньте их. А также ссылка на бустик, где выходят эксклюзивные видео по сталкеру и не только. Обязательно подписывайтесь. Буду рад всем, кто поддержит. Кстати, пока я разговаривал, вот я принес Сычу на 1800 стволы. Все. Всем спасибо. Все свободы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok